Всем добрый вечер. Четверг, 9 часов вечера. С вами Искусство Возможного и я, ее ведущий Сергей Ильин. И сегодня у нас в гостях экс-министр экономики, президент Российской финансовой корпорации, профессор, председатель партии Гражданская инициатива Андрей Нечаев. Добрый вечер, Андрей Алексеевич. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней передачи «Политика и бизнес. Бизнес и власть». Вот в выпуске новостей, которую мы прослушали последней темой перед курсами валют, был Кипр. Кипру мы вернемся чуть позже. А пока я позволю себе цитату. Вот недалеко сегодня наш гость, я цитирую, бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Отмечу, что это первый министр экономики Российской Федерации. Важный этап биографии, как мне кажется. И второй тоже. И второй тоже. Окей. Пессимистичен. Он считает, что страна вошла в стадию рецессии. Внешние факторы не позволяют надеяться, что мы быстро выйдем из рецессии, считает экономист. Если позволите, вопрос. Речь о какой рецессии? Идет ли речь о рецессии, условно говоря, связанной с международным кризисом, то есть самой первой волной 2009-2010 года или нет? Вот хотелось бы понять, что именно имелось в виду. Ну, рецессия — это вполне конкретное понятие. Это, так если немножко упрощая, такой вяло текущий кризис. То есть, когда нас не ждут какие-то жестокие потрясения, но мы будем где-то болтаться вокруг нулевых темпов роста. Для меня совершенно очевидно, что это продолжение кризиса 2008-2009 года, потому что ему в силу разных соображений, политических, социальных в первую очередь, не дали, собственно, завершить свою, с одной стороны, разрушительную, но, с другой стороны, оздоровительную работу. И кризис залили деньгами просто. Ну, собственно, я думаю, что вы со мной согласитесь, что это было не только в России, то есть в Америке, собственно, кризис задавали ликвидности. Ну, я сейчас говорю не только о России, действительно, этим баловались все, ну, в разной мере. Ну, мы, надо сказать, раздавали деньги просто широкой, ну, с поправкой на масштаб экономики. Раздавали, что называется, широкой совковой лопатой. И в результате кризис экономический, ну, особенно это, конечно, видно в Европе, потому что у нас все-таки была задачка в виде стабилизационного фонда, он перерос в долговой кризис, который вот последние полтора года Европу активно мучает. Но долговой кризис не может существовать долго сам по себе. Рано или поздно он опять переходит в экономический кризис, потому что свертывается кредитование, теряется доверие к банковской системе между вкладчиками и банками, между банками и их заемщиками. А современная экономика в значительной степени построена на кредитовании. С другой стороны, кредиты становятся дороже, потому что государство заимствует. И, конечно, когда такой мощный конкурент появляется на рынке заимствований, то частному бизнесу трудно с ним бороться и конкурировать. И в результате Европа где-то с середины прошлого года уже вползла в рецессию. Последним звоночком были очень плохие данные по Германии, последние, которые были опубликованы. Там она еще как-то немножко держалась и была таким локомотивом европейской экономики. И с конца прошлого года, и вот первый квартал нынешнего года, в Германии уже спад. Россия, которая очень зависит от внешнеэкономических факторов, это уже, наверное, первоклассник знает, какое влияние имеют нефтегазовые доходы на наш бюджет, и вообще экспорт углеводородов на всю нашу экономику, она, естественно, не может быть изолирована от тенденций мировой экономики. И те милые глупости, которые потом, даже Алексей Леонидович Кудрин сам за это извинялся, хотя не только он это говорил, но и гораздо более высокие начальники, что Россия останется островком стабильности, что нас минует финансовые бури, которые там на Западе бушуют. Ну вот все это оказалось, конечно, абсолютно чепухой. Мы очень сильно зависимы от мировой конъюнктуры. И, соответственно, вслед за основными нашими потребителями нашей экспортной продукции мы начинаем активно вползать в рецессию. Вот, собственно, то, что я там, видимо, имел в виду. Если позволите, тогда вопрос. Но дело в том, что если смотреть по статистическим данным, вроде бы получается, что рецессия как таковой не очень очевидна, разве что латентна. То есть, ну мы худо-бедно, да, за счет того, что залили ликвидность, но на выходе, вроде как, достигли еще год назад, как минимум, до кризисных показателей. Показатели роста ВВП, понятное дело, что, опять-таки, с учетом отползания кризису, достаточно высоки. И единственный, собственно, показатель, насколько я могу судить, который действительно хромает, об этом и Путин говорил в январе, крайне резкое снижение роста промышленного производства, насколько я понимаю. В феврале оно оказалось еще глубже. 1,3% по февралю. ВВП практически стоит, по февралю 0,1%. А это не сезонное колебание, да? Ну, если мы месяц к месяцу берем, там есть всякие специальные, так сказать, статистические трюки, как можно... Трюков нам не нужно, мы хотим истину, или хотя бы правду. Единственное, что тут сельское хозяйство нас немножко подталкивает вверх, но сельское хозяйство... Зимой? Зимой это вещь такая, да, немножко странная. Ну, мы же не только зерно и овощи производим там. Вот, но основные макроэкономические показатели скверные. Плюс к этому, в этот раз по политическим соображениям не откладывали повышение тарифов на июль месяц. Не откладывали. А, по сравнению с прошлым годом. Коммунальных тарифов, газовых и так далее. Когда, как было в прошлом году, когда... Да, да, да. Ну, новую президентскую... Тогда, чтобы не пугать людей, значит, перед выборами, благородно отложили повышение на июль и сентябрь. В этот раз, по традиции, их повысили с 1 января, правда, будет второе повышение в течение года. Соответственно, это дало сильный скачок инфляции. В годовом исчислении она составит, вот если брать первые цифры, 2,5 месяцев. Последние были на 18 марта, подведены итоги, 7,3%. Это очень высокая инфляция. То есть, в будущем, в прошлом году. Наверное, да. Наверное, она будет... Ну, она будет пониже, потому что сейчас тарифы дали толчок. Естественно. Вот. Но, во всяком случае, для меня очевидно, что она будет больше 6%. Это, что называется, готов биться о заклад. И это... Ну, просто в любом учебнике макроэкономики написано, да, что это самая плохая ситуация, которая называется стакфляция. То есть, падение... Падение производства в сочетании с инфляцией. Да, снижение темпов экономического роста в сочетании с высокой инфляцией. Ну, можно ли говорить о том, что даже 7% этой инфляции высокая? Мы-то помним, что такое высокая инфляция, если вдуматься. Или 7% это действительно реально очень много для экономики типа российской? Это много для любой экономики. Это много для любой экономики. Это создает дополнительные инвестиционные риски. Это... Простите за банальную фразу, но большие мастера не боятся банальности. Значит, инфляция это налог на бедных, как известно. Да, конечно. В том смысле, что у них менее подвижная структура потребления, они... Кушать в любом случае нужно. Кто может отказаться от бриллиантов, да, он может от них отказаться. А тот, кто их не покупает, он от них отказаться не может. Ну да, от сигарет, хлеба и коммуналки отказаться не может. За жилищно-коммунальные услуги они обязаны платить, а они растут скачкообразно. Продукты питания растут опережающими темпами, за них тоже надо платить. А то, что там дешевеют какие-нибудь цветные телевизоры прошлой модели, что в индексе присутствует, ну, это мало интересует значительную часть публики. Поэтому по низко... Да, это известный факт, что по низкодоходным группам населения инфляция бьет больше, чем по высокодоходным группам. Понятно. Ну, соответственно, вот потенциальные социальные последствия всего этого. Это понятно. Вы знаете, вы довольно плавно меня вывели на следующий вопрос, сколь скоро мы говорим о том, на кого больше нагрузка на бедных и на богатых, у меня совершенно инстинктивно произносится в голове последние дни слова Кипр, разумеется. Вот все эти малопонятные методики, что здесь обкладываем, здесь не обкладываем, здесь рыбу заворачиваем, здесь ничего, здесь 20%, здесь 6%, здесь 9%. Как я понимаю, сейчас вклады, депозиты до 100 тысяч вроде предполагается не подвергать каким-то иллюстрациям, выше подвергать и весьма. Как нам вообще все это понимать? Какая тут политическая составляющая возвращается к теме нашей программы? И что это может значить для российского бизнеса? На мой взгляд, ну это моя личная гипотеза, здесь есть на 99% политическая составляющая. Вот экономики здесь, ну не то чтобы нет совсем, понятно, что Кипр довел себя до состояния, в общем, финансового коллапса фактически, но то, что вот ситуация разрешается таким беспрецедентно жестким способом, это чисто политический момент, и породила его госпожа, глубоко уважаемая госпожа Меркель. В Германии в сентябре выборы, в Германии очень активно нарастают в последнее время настроения, вот как у нас лозунг «хватит кормить Кавказ», вот там... Хватит кормить Южную Европу. Хватит кормить финансово безответственные страны периферийной Европы, которые хотят тратить так, как в Германии, получать пенсию, как в Германии, работать, как в Греции. И вот эти политические настроения, они очень активно набирают в Германии обороты, естественно, правящая партия и властные элиты не могли на это не реагировать, поэтому вот эта беспрецедентная жесткость по отношению к Кипру, это, на мой взгляд, в первую очередь, месседж своим избирателям. Я вас услышала. Мы больше не будем просто так раздавать деньги немецких налогоплательщиков. Вот, с моей точки зрения, это главный фактор. Второй месседж, вторая черная метка, которую Германия, поскольку Германия — это главный донор всех европейских программ стабильности и финансовой помощи, это черная метка Испании, Португалии, может быть, Италии, которые, в общем, стоят перед воротами финансового кризиса, уже занеся лапку, что, милые коллеги, больше просто так мы деньги вам давать не будем, так как это было в Греции, и списывать долги просто так мы не будем, вам придется самим раскошеливаться. Так, правильно ли я понимаю, или я вас перебил, вы как раз хотели к этому перейти, что Россия среди адресантов, вернее, адресатов черной метки не фигурирует? Или это как раз то, что вы хотели сказать? Я вообще не сторонник теории заговоров. Вот мне кажется, в случае с Кипром заговора против России не было. Основные мотивы те, которые я сейчас назвал, с моей точки зрения. Но Кипр, конечно, что называется, просто попал под раздачу. Вот у него сложилась действительно тяжелейшая финансовая ситуация, проблемы надо было решать, а вот беспрецедентно жесткое решение было, с одной стороны, связано с политической обстановкой в Германии, о чем я говорил, с другой стороны, Кипр легко было наказать, потому что там нет денег континентальной Европы. А россиян не жалко? Немцы не пострадают, французы не пострадают. Там деньги британские, которых, кстати, больше, чем российских, но Британия всегда стояла особняком, и она не входит в еврозону. Им же очень важно как бы вот не поколебать еврозону. Там деньги ливанские, восточноевропейские, в том числе российские и украинские. Есть разные оценки, сколько этих денег. Не жалко. И Кипр действительно имел славу такой европейской прачечной для грязных денег. Ну вот они одним щелчком просто закрывают всемирную офшорную гавань. Думаю, что если не навсегда, то очень надолго. Значит, последствия для России. Ну, будут сиюминутные, что называется, последствия, хотя они там растянутся на 6 месяцев, как минимум. Это вот те конкретные потери, которые конкретные российские компании или физические лица понесут от секвестров вкладов. Я прошу прощения. У нас на связи по телефону директора Института проблем глобализации Михаил Геннадьевич Делягин. Михаил Геннадьевич, вы нас слышите? Добрый вечер. Да, добрый вечер. Мы обсуждаем тему бизнес, власть и политика в России с Андреем Алексеевичем Нечаевым. И прямо сейчас мы обсуждаем тему Кипра. Вот Андрей Алексеевич высказал примерно такую точку зрения, что, собственно говоря, это отнюдь не безумие, как предполагают некоторые наши сетевые мыслители, а вполне осознанное решение. Решение практически в одиночку принято руководством Германии. И вот мы сейчас как раз обсуждали, ну хорошо, кто это делает, понятно. А против кого это делается, кому черная метка? Вот есть у вас какая-то точка зрения по этому поводу? Ну, во-первых, я бы не говорил, что это в одиночку принятое решение. Ну, главный фигурант, если вы простите. Второе, что все-таки Евротройка – это Евротройка. Второе, что, ну знаете, все-таки на первое предложение о депозитах, о налоговложении депозитов, можно называть это по-разному, но оно, скажем так, не было продумано, потому что оно отрицало собственное европейское законодательство. Да, оно отрицало факт наличия гарантии вклада в меньше 100 тысяч евро. То, что об этом просто не подумали, свидетельствует о некотором национальном фоне, который сопровождал принять это решение. Что касается того, что сжечь чужие деньги значительно проще и приятнее, чем пошевелить свои, и с этим я полностью согласен. Но, вы знаете, насчет того, что это борьба с офшорками, как с офшорками, ну, может быть, госпожа Меркель, которая по образованию физик, так искренне думает. Но понятно, что деньги с Кипра, они не уйдут в страны пребывания, может быть, за некоторыми небольшими исключениями. Они просто из стиральной, из прасечной, которая приспособлена, грубо говоря, для нужд России. Да, потому что английские деньги, насколько я могу судить, все-таки там деньги пенсионеров, которые там живут, там деньги военнослужащих, которые там служат, но представьте себе, что там деньги английской королевской семьи, я, скажем так, не готов. И это, как правило, склады, которые в 100 тысяч евро в эту гарантию попадают. Только восточноевропейские, ну, может быть, еще вилландские, может, еще какие-нибудь из Восточного Средиземноморья люди, они способны два года подряд не читать газеты, и поэтому хранить деньги на Кипр. Но эти деньги, они уйдут в другие офшорки. Вернее, скажем так, их хозяева нынешние в следующей порции денег будут перевозить не на Кипр, а в другие офшорки. Даже то отмывание доходов штук-мелланджеров, которое, я думаю, осуществлялось через Кипр в рамках абсолютно законных, с формальной точки зрения, схем с дивидендами, может быть, оно даже будет продолжаться на Кипре, потому что деньги там будут задерживаться на 10 минут, а не оставаться там, как это было дает. Так, а не получится, что Кипр просто посыплется с такими мерами? То есть при первой же возможности, а тут будут изъяты все мыслимые вклады нерезидентов? А, вы знаете, а возможностей-то не будет. Ну, смотрите, экономика Кипра, это на 70%, если не больше, это финансовые условия. И эти 70%, дай бог, если в 20% останется, финансовых услуг. А все остальное просто закончится сразу. То есть экономики Кипра, после того, как они всерьез взялись за обсуждение этой схемы с налогообложениями дивидендов, экономики больше нет. И если раньше мы стирали свое грязное белье, грубо говоря, в своей стиральной машине, потому что политические отношения между Кипром и Российской Федерацией были достаточно, ну скажем так, корректны, то теперь мы будем, вернее, наши деятели разных мастей будут стирать свое грязное белье в чужих прачечных. И по поводу каждого пятнышка будут давать, при необходимости, будут давать письменное объяснение в трех экземплярах. Я понял. Спасибо. И тогда, если позволите, последний вопрос. Ну, может быть, совершенно профонически, но я его профонически задаю с удовольствием, скажем так. Но не стесняйтесь. Перестаю стесняться. Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что на Кипре были также и средства некоторых государственных структур. Это как вообще понимать? А что государственные структуры? Причат внешэкономы, насколько я помню, во-первых. Как это не Газбанк? А чей же он тогда... Он по форме не является госкорпорацией для начала, в отличие от... Нет, он не является госкорпорацией, но он принадлежит государству. И в устах питерского юриста государственная собственность вполне может трактоваться как государственная структура. Вы знаете, я не верю, что, скажем, Министерство финансов или любое другое орган государственного управления, пусть даже региона, держит какие-то свои деньги в другой юрисдикции. Это, по-моему, нельзя сделать технически. То есть вы считаете, что речь шла... Просто дело в том, что уважаемый Дмитрий Анатольевич не благоволил уточнить, что именно он имеет в виду, что речь, скорее всего, шла о ВТБ и, условно говоря, о... И других государственных корпорациях, которые наверняка работают... Еще раз, ВТБ не является госкорпорацией. Вы отмывали там деньги топ-менеджеров и так далее. Я понял. Ну что ж, огромное спасибо. Либо я напомню, что директор Института проблем и глобализации Михаил Геннадьевич Делягин был у нас на линии. Я подозрю, что Андрей Алексеевич с большой вероятностью не согласен со многим из высказанного, если угодно можно, так сказать, возразить. И адресую вам все тот же вопрос, что же имел в виду Дмитрий Анатольевич, говоря о государственных структурах со счетами на Кипре? Ну, в данном случае, как раз с Михаилом вполне согласен. Он имел в виду именно наличие там денег российских государственных компаний. Просто вас слово «корпорация» пугает. Там были деньги... Это форма собственности, я прошу прощения. Ну, то есть, грубо говоря, то, что формально является ОАО, то, что, в общем-то, есть акции на рынке, но при этом контрольный пакет принадлежит государству. Да, контрольный пакет принадлежит государству. Значит, ну, все-таки я хотел бы вернуться к теме последствий для России. Вот сейчас эти конкретные компании, включая государственные, думаю, что такое оживление нашего руководства по поводу кипрской проблемы связано не только с тем, что там были российские деньги вообще. Там были деньги еще конкретных чиновников. И они, конечно, поставили перед руководством вопрос «верните, спасите». То есть, грубо говоря, это уже не серые деньги, а именно действительно грязные черные деньги, говоря по-русски. Ну, совсем грубо. Это вопрос, так сказать, юридической классификации. Обычно черными деньгами называют там деньги от проституции, от наркоторговли, торговли оружием нелегально. Это были коррупционные. Ну, коррупционные. Это были коррупционные деньги. Немногим лучше. Даже, может быть, и хуже. Может быть, честнее торговать собственным телом, чем государственным бюджетом. Чем чужим. Ну, мы тут не моралисты. Бессловно, там эти деньги присутствовали и в немалом количестве. А владельцы этих денег сейчас, пока ответа нет, какую все-таки часть они потеряют. Но уже похоже, что явно не 10, и похоже, что не 20, а больше. Да, да, да. Весьма вероятно, что до 60%. Ну, потому что Popular Bank с торговым брендом лайки его просто будут банкротить. Ну, банкротство – это вещь такая известная. Так вот. Ну, это как бы сиюминутная потеря. Гораздо большее значение имеет другое. Кипр много лет играл совершенно особенную роль в рамках финансовых потоков из России и в Россию. Большая часть денег, которая полулегально выводилась из России, ну, выводились они совершенно официально, ну, может быть, не совсем по те цели, которые декларировались. Они шли через Кипр как раз, потому что кипрские банки были традиционно более терпимы, более толерантны к клиентам, и они не задавали лишних вопросов. Ну, так много лишних вопросов, как, например, там немецкие банки или швейцарские даже банки после того, как на них наехали Соединенные Штаты. С другой стороны, Кипр неслучайно много лет был крупнейшим иностранным инвестором в российскую экономику. Не надо быть большим экономистом, чтобы понимать, что это не деньги скромного островного государства, это российские деньги возвращались на родину под кипрским флагом. То есть, та экспортная выручка, в первую очередь, которую компании оставляли за рубежом, она накапливалась в кипрских банках, в кипрских офшорках в том числе. И потом, когда появлялся какой-то интересный проект или когда материнская, ну, в кавычках, конечно, компания нуждалась в деньгах, эти деньги возвращались в Россию, почему Кипр стал крупнейшим иностранным инвестором в российскую экономику. Понятно, что вот эта схема теперь похоронена навсегда. Так, я прошу прощения, у нас вопрос. Слушатель Сергей у нас на первой линии. Алло. Алло, здравствуйте, Сергей. Это ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Тут неожиданно пошел как... Алло. Да-да-да, слушаем вас. Здравствуйте. Во-первых, я хочу вам большое благодарность выразить за то, что вы такие передачи делаете. Очень интересно. Спасибо. У меня вопрос насущный, как к специалистам. Вот есть такой Юниаструбанк в России. Это он входит в группу банк кипра. Вернее, теперь же, наверное, входил. Причем у него два миноритария здесь у нас, и основной держатель был, это 80% принадлежало банку Кипра. Я здесь, в России, являюсь клиентом этого банка. Поэтому, сами понимаете, живой вопрос. А мы не лопнем. И, может быть, пора менять банк. Хочу посоветовать. Так, спасибо. Вот, если позволите, вот сейчас я чувствую, будут такие потребительские вопросы, не совсем макроэкономика. Удобно вам на них ответить? Нет, вопрос резонный. Я только боюсь, что как бы потом... Мой ответ потом не вызвал какие-нибудь иски к нам с вами со стороны... А я ничего говорить не буду, а со стороны... Со стороны Юниаструбанка. Значит, безусловно, он не в самом лучшем положении сейчас будет находиться, потому что есть вероятность, что материнская компания, ну, просто отзовет деньги у дочернего банка. С другой стороны, ну, напрямую ему ничего не угрожает, потому что это все-таки не филиал, а это дочка. Это дочка, которая живет по российским законам и работает на российском рынке в значительной степени. Я не знаю, в какой мере они делали операции с Кипром. Вот эти операции, конечно, сейчас, видимо, будут, мягко говоря, свернуты. Но Bank of Cyprus не обанкротится, в отличие от Popular Bank. Поэтому в этом смысле формально Юниаструбанку ничего не грозит. Ну, и повторяю, это не филиал, а дочка. То есть он, даже если гипотетически Bank of Cyprus обанкротится, этот банк вполне может продолжать свою деятельность. Так, если позволите, еще один вопрос. Вообще по Кипру много вопросов. Как только вам это надоест, а как я понимаю, Кипр вам сильно надоел, просто скажите. Так, Эльдар у нас на связи. Алло, Эльдар, приветствую вас. О, Эльдар сорвался, прошу прощения. Так, сейчас у нас на третьей линии будет Светлана. Да, Светлана, здравствуйте. Ваш вопрос нашему уважаемому гостю. Спасибо за передачу. Вообще прекрасно. Да, и вам Бог здоровья всем. Я бы хотела задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на Кипре произошла такая ситуация. А вот у нас в России может произойти такое? Я, допустим, ляюсь тоже вкладчиком и беспокоюсь. Может, мне стоят деньги забрать со вклада? Спасибо. Ну, во-первых, о каких деньгах идет речь? Если у вас до 700 тысяч, то они просто застрахованы в системе страхования вкладов, поэтому вы можете спать относительно спокойно, точно. Если большие суммы, ну, например, есть вариант разбить их там по 700 тысяч. Нет, я не думаю, что, значит, российской банковской системе завтра грозят какие-то чрезмерные потрясения. Правда, есть одна серьезная опасность. Я все никак не доведу до конца свою мысль последствия, долгосрочные посредствия кипрского кризиса для России. Это то, что могут быть закрыты или сильно свернуты лимиты кредитования российских банков и вообще российских компаний западными финансовыми структурами. Первая ласточка или первый звоночек уже прозвучал. Швейцарский, простите, крупный брокерский дом на какое-то время, значит, закрыл операции Альфа-банка. Так вот, ну, ничего, никакой драмы за этим абсолютно нет. Так вот, если они сейчас начнут сворачивать лимиты кредитования, у нас есть большая вероятность оказаться в ситуации конца 2008 года, когда, собственно, мировой финансовый кризис вот таким образом и пришел в Россию. Что у нас большой корпоративный долг, он за последнее время вырос и вырос заметно. Он сейчас превышает 600 миллиардов долларов накануне... Это внешний корпоративный долг, да? Внешний, внешний. Накануне кризиса 2008 года, кто не знает, он был 541 миллиард. То есть мы сейчас должны больше, чем был кризисом. Наш корпоративный сектор, чем это было в 2008 году. И именно сворачивание лимитов и требования вернуть ранее выданные кредиты со стороны западных банков, собственно, и стали приводным ремлем, через который мировой финансовый кризис пришел в Россию. Вот если сейчас повторится эта ситуация, это, конечно, поскольку вот сила высокой вовлеченности России в кипрский кризис, то вот это, конечно, будет достаточно сильный удар по нашей экономике и по нашей финансовой системе в частности. Но я все-таки не хотел бы сеять какую-то панику. И вот прошу мои слова не воспринимать, как призыв завтра бежать и все деньги снимать в банке. Ну, таким образом, как я понимаю, можно обвалить банковскую систему практически любого государства. Только что не Америки, может быть, и то не знаю. Любого государства. Тем более, что, знаете, если вы их положите под матрас, то там ведь и пожар может быть, и злоумышленники придут и так далее. Так, у нас еще есть некоторое количество вопросов наших слушателей. Я напомню, что вы можете звонить и задавать ваши вопросы Андрею Алексеевичу Нечаю по телефону 8-495-65-10-99,6. Так, Эльдар у нас на линии. Ага. Так, Эльдар, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Ваш вопрос Андрею Алексеевичу. Да, спасибо. Давно известно, что денежная масса в мире, как доллары, так и евро, наверное, превышает реальный капитал, которым должен быть подкрепленная полета. Вот скажите, вот эти банкротства, скажем так, Греции, Кипра, других намечающихся государств, не является ли избавлением от этой лишней дельты, излишней, которая за эти годы капиталистической экономики накопилась, и в том числе это борьба доллара и евро. То есть ясно, что долларовая денежная масса намного более не подкреплена, чем евровая. Может быть, американцы просто так пытаются за счет евро оставить на плаву свою валюту? Вот объясните, пожалуйста, мне. Конспирология, конспирология, прошу вас, Илья Алексеевич. Не могу объяснить, потому что сам вопрос поставлен крайне некорректно, я прошу прощения, у Эльдара. Я не знаю, что вы называете реальным капиталом, которым подкреплена денежная масса. Просто исходный пункт непонятен. С тех пор, как отменили золотой стандарт в 1973 году, если мне не изменяет память, значит, денежная масса, собственно говоря, ни к чему не привязана, кроме как ко всем активам того или иного государства. И дальше все определяется просто соотношением валют, соответственно, доверием инвесторов к той или иной валюте. И, как ни странно, вот прошлый финансовый кризис, он начался в Америке, начался с банкротства одной из крупнейших американских банков, Лемон Бразерс, и капитал всего мира, как только ситуация стала обостряться, побежал в Америку. Потому что доверие к американской финансовой системе, несмотря на все ее потрясения, больше, чем, скажем, доверие к финансовой системе развивающих стран, в том числе России. Ну, так это же, по-моему, стандарт последних лет, что при любых потрясениях, совершенно вне зависимости от того, что происходит, Греция, кризис сапраймов и так далее, в любом случае стандарт все бегут, помимо золота, в доллар, доллар растет, евро падает, нефть падает, рубль падает. Вот. А потом есть еще такой, значит, момент. Вот коллега Эльдар был бы прав, если бы он попросил дать подобную интерпретацию косовским событиям. Вот там только-только евро тогда появился. Мне кажется, что действительно американцы тогда организовали вот этот вооруженный конфликт фактически в центре Европы, войну, в том числе для того, чтобы, значит, подорвать вновь нараставшую, вновь народившуюся валюту, да. И я напомню, что курс евро продал тогда до 0,8 долларов. Да-да-да-да, при том, что появился он, по-моему, там где-то на 1,22 или что-то в этом духе, если я ничего не путаю, когда валюта только выводилась. Да. Вот. Что касается Кипра, то тут американцы, ну, совершенно, вот уж где они точно ни при чем, они, конечно, везде при чем. Как же без них. Да, значит. И офшорки у них абсолютно другие, ближе даже географически. Да-да-да. Американцы, евреи Гайдара и Чубайса, они всегда виноваты во всем. Значит, ну, вот к Кипру они точно не причастны. Заметьте, господа, как господин Нечаев аккуратно дистанцировался от Гайдара и Чубайса. Это шутка и неудачная. Нам наоборот, наоборот. А, то есть вы тоже во всем виноваты. Ну, я уж не могу себя рекламировать в качестве... Личная скромность. В качестве всемирного зла. Вот. Поэтому... Нет, американцы, американцы здесь ни при чем, и никуда денежная масса от этого не денется. Так, если позволите, еще один вопрос, и, видимо, последний по Кипру. Вот Юрия нам сейчас должны вызвать в эфир. Алло, Юрий, добрый день. Слышите вы? У нас. Алло. Да, здрасте, здрасте. Ваш вопрос, пожалуйста. Андрей Алексеевич, здрасте. Вот вопрос такой вот по Кипру. Вот все что-то забывают, что основное, почему как бы на Кипре регистрировали компании, я этим тоже, кстати, занимался, это же вовсе не банки, а это вопрос инкорпорирования компаний по английскому праву, подписания акционерных соглашений, тех, которые невозможно... Ну, я-то не забываю. Вы мне тут... Все вы так зря сказали. Не, вы-то понятно, что не забываете. Это я имею в виду, что все счеты вокруг этих банков расположились. Даже кипрская компания может открыть счет в любом другом банке. Так уж получалось, что они, ну, заодно уж так, когда зарегистрировались на Кипре, тогда вот на Кипре и откроем счет. Спасибо. Так, если позвольте, я на всякий случай просто переформулирую вопрос. Тут не вопрос, коллега, абсолютно на 200% прав. Я устал уже объяснять вам, журналистам, которые путают офшорки и банки. Вот как кипрским офшоркам принадлежит там Норникель или другие крупные... Я же говорю, никуда они не денутся. Я же не говорю о том, что все или большая часть активов Норникеля и других крупных компаний, она в России. Ну, разумеется. Офшорки сами никуда не денутся и действительно они могут открыть там счет где-нибудь в Лондоне. Нет, ну, насколько по 90-м самое модное было сделать офшорку в одной юрисдикции, а считать держать в другую относительно офшорную юрисдикцию. Поэтому, почему любили Кипр? Офшорки выглядели просто несколько более интеллигентно, чем, там, скажем, какой-нибудь британские Виржинские острова или там Нассау, да? А потому что кипрские банки были более лояльны клиенту и позволяли те операции, которые, скажем, немецкие банки не позволяли. То есть, грубо говоря, вот Кипр здесь и удобная регистрация, и лояльные власти, и удобный налоговый режим, и при этом лояльные и респектабельные банки, да? Вот, поэтому офшорки-то никуда не делись, а вот банки потерпели крах. Но, может быть, потому что мы прервали умного человека, он не успел сказать главное, а почему это российский бизнес делал? Почему он был столь антипатриотичен? Оптимизировать налоги, деньги вперед. Нет, налоги тут постольку-поскольку. Нет, потому что в России не защищена собственность. Потому что в России нет нормальной, беспристрастной, независимой от исполнительной власти судебной системы. Как арбитражной, так и вообще юрисдикцией. Потому что в России безумная коррупция, потому что в России не налоговое администрирование, а налоговый рэкет, как сам наш президент когда-то говорил, нынешний, когда он был бывшим. И так далее. Поэтому наши бизнесмены, открывая компании на Кипре или в другом месте, предпочитают судиться таким образом в высоком суде Лондона, а не в басманном суде города Москвы или в Хамовническом. Вот и все. Отлично. Вот это главная причина. Мы сейчас очень плавно перешли опять к нашей основной теме передачи «Бизнес и политика». И более того, я напомню, что наш гость является председателем партии «Гражданская инициатива». Более того, если я правильно понимаю, сегодня наконец были приняты в Минюсте документы на партию. Да, вы можете меня поздравить, а я поздравляю всех наших членов партии и сторонников, что сегодня мы сдали документы. 2 марта у нас был учредительный съезд. Сегодня мы сдали в Минюсте документы на регистрацию партии, порядка под 50 регионов. То есть явно больше, чем требуется по новым требованиям. Нет, нет, у нас их вообще больше, но мы просто не хотели ждать, потому что мы хотим успеть зарегистрироваться для того, чтобы участвовать в сентябрьских выборах уже. Я понял, превосходно. Ну, то есть имеется в виду единый избирательный день по регионам. У нас есть много уже региональных отделений, у которых как раз в этом году выборы, и мы хотели бы, чтобы они пошли на эти выборы уже под нашим флагом. Я понял, спасибо. Я тут почитал на сайте партии, тут сказано, члены партии будут добиваться, чтобы каждый гражданин мог реализовать свои способности в России. Личные инициативы и конкуренции должны стать основой экономического роста, государство должно заниматься исключительно стимулированием экономического развития и социальной защиты нуждающихся. Меня чуть смутили последние слова, и поэтому я не могу не задать вопрос. Гражданская инициатива. Это у нас партия, скажем так, бизнеса и энергичных предприимчивых людей. Я напомню, что наш гость был видным членом ранее Союза правых сил и правого дела. Или же это партия, грубо говоря, за все хорошее и против всего плохого. Вот какая у вас, так сказать, целевая аудитория? Кто ваш избиратель? Значит, безусловно, это партия за все хорошее против всего плохого. Только вопрос в том, кто как понимает хорошее и кто как понимает плохое. Вот мы считаем, что не просто плохо, а отвратительно. То, что у нас нет рыночной конкуренции. Мы строим самую неэффективную модель государственного капитализма, которая подавляет конкуренцию. Отсюда высокая инфляция, отсюда низкая производительность труда и так далее. Это в крупном бизнесе, а в мелком тоже нет конкуренции? А мелкого просто нет. Вот, например, последнее идиотское решение о повышении страховых вносов привело к тому, что за два с половиной месяца у нас исчезло 300, если мне память не изменяет, 17 тысяч или 307, не помню точно, но более 300 тысяч мелких предпринимателей, которые, значит, объявили о том, что они закрывают свой бизнес. Ну, кто-то закрыл. На самом деле, кто-то ушел в тень. Мы, если брать другую сферу, мы против промывания мозгов. Вот у нас прямой эфир, вот слава богу, вы мне даете возможность высказаться. Увы, то, что мы наблюдаем на большинстве госканалов, это просто вот примитивное промывание мозгов и откровенная ложь. Но промывание мозгов и ложь это все-таки разные вещи, не могу не ответить. Я сказал промывание мозгов, запятая. Но все-таки промывание мозгов больше, прямой лжи, как правило, достаточно мало. Могу сотни просто. Нет, я не говорю, что их нет. Могу сотни. Я не спорю. Сотни примеров привести. Вот просто фильмы «Анатомия протеста». Посмотрите, там лжи примерно три четверти. Или так, натяжек. Вот. Мы партия нормальных людей, которые готовы сами нести ответственность за себя, за свою семью, которые считают, что государство как минимум должно нам не мешать. Но самое главное, что мы работодатели чиновников. Вот не государство наш, господин и отец хороший, а мы работодатели чиновников. И мы должны контролировать, мы гражданское общество и политические партии, мы должны контролировать государство с тем, чтобы оно не делало тех глупостей и в таком количестве, в котором оно это делает. То есть правильно... Что касается вот той фразы, которую вы почитали, про которую я готов подписаться, включая ту ее часть, которая вас, значит, смущает. Там речь идет о том, что каждый человек должен иметь возможность реализовать свои способности, в том числе свое право на труд, включая занятия собственным бизнесом. И государство должно хотя бы этому не мешать, не устраивать вот такие налоговые, значит, чудеса, которые она нам устроила сейчас со страховыми взносами, до этого, когда с 26% подняли до 34%. С другой стороны, роль государства это действительно защита тех, кто не может сам себе обеспечить комфортную жизнь. Так, тут уже мне нужно сделать некоторые дисплейеры, чтобы меня кто-то не понял, так что я против социальной защиты нуждающихся, это не так. Я просто хотел уточнить, если это электорат достаточно четко, это энергичные там предприниматели и так далее, то это... Нет, это не только... То есть у вас, если говорить грубо, электорат, с одной стороны, крайне широко трактуемый, но это хорошо, и с другой стороны, это плохо, нет, таргетирование достаточно размыто. Я правильно понимаю? Или нет? Поправьте меня, пожалуйста. Ну, мысль понятна. Еще раз, еще раз, просто вынужден повторить. Мы ориентируемся в первую очередь на тех людей, которые готовы сами, образно говоря, решать свои проблемы, которые готовы сами нести ответственность за себя и за свою семью, которые готовы жить по закону, а не по понятиям, которых достала коррупция, которых достало бюрократическое давление. Эти люди есть в любом регионе и в любой сфере деятельности. Это бесспорно. Это совсем не только предприниматели. Скажем так, люди, которых достала коррупция, несомненно, есть. А люди с инициативой, вот понимаете, вот я прошу прощения, на мой взгляд, у вас, ваше заявление как бы делится на две части. То есть люди, которых достала коррупция, возможно, что это там, условно говоря, ну, как минимум больше половины населения России, а люди, которые реально готовы сами что-то делать, люди с инициативой, это, как показывает практика, ну, дай бог, 25% населения. И эти группы не всегда пересекаются. Вы со мной согласитесь или нет? Ну, если вы признаете, что 25% населения потенциально готовы стать избирателями, которые за нас проголосуют, нет, при очень широкой трактовке. Я спокоен за политическое будущее нашей партии, за которой я, надо сказать, и так, спокоен без вашей, без вашей, значит, невольной моральной поддержки. Я имею в виду довольно простую вещь. Давайте я сейчас, может быть, поясню на примере. Давайте. Вот я много езжу по регионам, вот в стране сейчас идет просто бурление такое, знаете, как вот... А кто бурлит? Кто самогоноварением там занимался, да, брашка, она там гуляет, рассказывает, да. Так вот, по разным поводам, по разным поводам, разрушение памятников, точечная застройка. Но это же вещь, на которой бурлет абсолютно меньшинство народов. Нет, экологические преступления, нет, вот, может быть, сравнительное меньшинство народа затрагивает там фальсификации выборов. Я понимаю, о чем, и полностью с вами согласен, но ведь... А вот коррупция и безобразие власти затрагивают? Нет, коррупция, да, ЖКХ, да, прорыв труб, да, грубо говоря. А вот насчет точечной застройки уже меньше. Вот тут вот построили, люди возмущаются, в километре уже не возмущаются, это не их точечная застройка, это соседы точечной застройки. Но в километре происходит какое-нибудь другое безобразие. Против которого они возмущаются. Что ж получается, на каждый километр по безобразию как-то очень пессимистично. К сожалению, больше на каждые сто метров. И вот, слава тебе, Господи, вот таких активных людей, которые готовы заявлять о своей позиции, которые готовы ее защищать в той или иной степени. Там не все готовы ходить на митинги, не все готовы стоять в пикетах. Но готовы защищать свою позицию. Их, слава тебе, Господи, много. И они увеличиваются. И это наши сторонники. Вот очень важный для меня вопрос, если позволите. Мы хотим собирать эти инициативы, поддерживать их, там, где можно тиражировать их. Очень важный для меня вопрос. И, ну, я думаю, что для наших слушателей тоже. Стандартные обвинения, по-моему, вполне во многом оправданы к представителям, так называемой, уличной оппозиции, если угодно, заключаются в том, что да, вы выходите, вы говорите долой, вы ничего не предлагаете взамен. Вот. И вот, кстати, некоторые партии, ну, не буду называть, чтобы не рекламировать, но вы понимаете примерно о чем я, говорят, да, мы оппозиция, мы готовы заниматься уличной работой, но главное это участие в выборах и оппозиционные партии действуют для того, чтобы бороться за власть парламентскими способами, в том числе выборами. Вот, в вашей партии какое направление более близко? Уличные манифестации или участие в выборах и, соответственно, связано с этим, там, предуборенная кампания, пропагандистская работа и так далее. Значит, вот это, мне кажется, две вещи, которые никакой образом нельзя противопоставлять одну другую. Партия вообще создается, как я считаю, только для того, чтобы побеждать. Побеждать на выборах и бороться за власть в хорошем смысле этого слова. Если вы к этому не готовы и не ставите перед собой такой задачи, вы можете создать общество филокартистов, там, я не знаю, защиты кошечек и так далее. Партия создается для того, чтобы бороться за власть. То есть вы не исключаете для себя уличную активность, но это как бы инструмент, а не, так сказать... Я не исключаю для себя уличную активность и лично я участвую во всех московских манифестациях, шествиях и митингах, кроме того, драматического 6 мая, когда меня просто не было в Москве. Но это не может быть единственным направлением. Значит, мне кажется, что гораздо важнее мы вообще против бунтов и революций. Вот я убежден, что на ближайший век Россия свой запас бунтов и революций исчерпала. Поэтому мы за то, чтобы бороться, так сказать, в конституционном поле, вот. Но помимо митингов и демонстраций, которые очень нужны, я абсолютно разделяю озабоченности тех людей, которые выходили на улицы и выходил вместе с ними, повторяю, сам. Но не менее важно, значит, работать на местах вот с этими самыми гражданскими инициативами, почему у нас партия так называется, значит, с активистами, давать им ту поддержку, которую может оказывать политическая партия, то есть информационную и так далее. И вот эта работа может быть тысячекратно важнее, чем провести очередной митинг в Москве на Пушкинской площади. В каждом регионе, в отдельных районах работать с людьми, решать их какие-то конкретные проблемы, повторяю, не превращаясь в правозащитную организацию, не превращаясь в коллегию адвокатов, а теми методами, которыми их может решать политическая партия. А самый главный метод, это в конце концов привести своего человека, своего деянномышленника, своего сторонника на пост главы региона или главы того или иного района и показать, что можно коренным образом изменить ситуацию там. – Спасибо, так, Константин у нас на связи. Сейчас, одну секунду, Константин, добрый день, вы нас слышите? – Алло. – Алло. – Да. – Так, ваш вопрос нашему уважаемому гостю, слушаем вас внимательно. – Здравствуйте. – Ну, я вот слушаю, и у меня вопрос единственный. В принципе, у меня в последнее время сложилось такое ощущение, что за последние 20 лет у нас народ уже вообще не хочет ни за кого голосовать, потому что вот это вот периодическое приход, уход, когда люди приходят одними и в период власти просто меняются кардинально. Вот. И власти меняются, и партии меняются, и ценности у них меняются. Поэтому хотелось бы сказать, а кто-нибудь вот… – Константин, я правильно понимаю, что вы опасаетесь, что представители партии Гражданская инициатива, если у них чего-то получено, мгновенно окажутся перерожденцами? – Да, да. – Так, спасибо, и я… – Можно одну секундочку? – Да, конечно, прошу. – Ну, вот вопрос, готов ли из них кто-то сказать, что если я отступлюсь от вот тех идеалов, которые сейчас я пропагандирую, то головой с обрыва… – Это называется руку на рельсы, я бы уточнил. – Да, да, да. – Спасибо большое, Константин. Как с рукой на рельсы? – Вы знаете, у меня тут все как бы немножко проще. У меня есть просто историческое доказательство. Вот я, будучи, как вы справедливо заметили, значит, министром экономики, должность не последняя в правительстве, особенно в те времена, когда я им был. – Когда менялась экономическая система, собственно говоря, радикально. – Нет, просто вообще тогда, в начале 90-х, министр был гораздо более значимой фигурой, чем сейчас. Вот я вышел из министерства гораздо беднее, чем я в него вошел. – Сейчас так не делают. – Ну, не хочу никого критиковать, но у меня вот это просто мой конкретный исторический факт. Поэтому я иду во власть не ради богатства, не ради антуража, не ради мигалок. У меня это все, так или иначе, в части антуража уже было. И я прекрасно без этого обхожусь. Мне действительно, знаете, что называется, за державу обидно. Мне недавно исполнилось 60 лет. Я хочу, чтобы мои внуки... – Я хочу, чтобы мои внуки жили в нормальной стране, чтобы они не хотели отсюда уезжать. А сейчас из страны уезжает, к сожалению, лучшая, наиболее креативная, наиболее активная, наиболее образованная часть. Вот меня это очень тревожит. Я сам никуда уезжать не собираюсь. Значит, и мне кажется, что страна просто остро нуждается в кардинальных изменениях, начиная от политической реформы, кончая изменениям экономической и социальной политики. Вот ради чего я в моем преклонном возрасте, но, слава богу, я пока еще полон сил, значит, решил вернуться в активную политику. Я, в общем, никогда из нее не уходил, но вот в активную политику и создать партию, потому что меня очень тревожит положение в стране. И, как мне кажется, я вижу, как его можно поменять. В таком случае, если позволите, у нас еще остается четыре минуты. У меня возникает вот какой вопрос. Вы на протяжении более чем двадцати лет имели возможность смотреть преимущественно сверху, отчасти изнутри, за взаимоотношениями бизнеса и власти, бизнеса и политики. Вот можно ли сказать, когда был и был ли золотой век, когда было лучше, когда стало хуже, удаляемся ли мы от идеала или приближаемся к нему, и что бы вообще делать? Буквально в нескольких словах, поскольку у нас сейчас четыре минуты. Я понимаю, что это тема для многотомного исследования, но буквально в двух словах. Я бы, если бы вы мне и сорок дали, наверное, не уложился бы. У нас, знаете, что очень плохо? Это то, что у нас целые группы бизнеса строят свое благополучие не на инициативе, не на креативности, не стивы, джобсы, а на том, что они близки к власти. Более того, у нас все большая часть бизнеса контролируется чиновниками. У нас чиновники не стыдятся напрямую заниматься бизнесом, напрямую заниматься переделом собственности, включая, что особенно прискорбно, правоохранительные органы. И вот это, может быть, одна из самых больших бед современной России. То есть, правильно ли я понимаю, что вы имеете то, что условный генерал какого-нибудь правоохранительного или специального ведомства с вероятностью процентов под 8 статуи 90 гарантированно живет в особняке, который стоит несколько миллионов долларов? Примерно? Я очень огрубляю, разумеется. Да, да, да. Ну, это такой просто внешний показатель, что огромному количеству чиновников наших надо было бы задать вопрос. Откуда? Откуда, господа, откуда такие расходы при ваших декларируемых очень скромных доходах? Ну, ответ-то очевиден. Ответ очевиден, что это частично просто прямая коррупция, а частично от нее, кстати, сейчас все больше уходит. Вот от таких, знаешь, примитивного взяточничества там в конвертах, в чемоданах и так далее. То есть люди предпочитают вставлять родственников в совет директоров? Люди предпочитают контролировать компанию прямо или косвенно, там прямо через каких-нибудь внучков, племянников, детей, жен и так далее. У нас сплошь и рядом, вот даже если декларации посмотреть, сам чиновник, ну, беден, как церковная мышь, а жена его фантастически богата. И мы знаем примеры, значит, уникальных, очень талантливых бизнес-вумен, которые... Не все, из которых уехали в Лондон. Нет, нет, которые, значит, вот были просто скромными там учителями, вообще люди-то далекие от бизнеса, да, и вдруг стали владельцами бизнес-империи. Ну, только потому, что их мэр оказался, их муж оказался мэром или... Вице-премьером. Министром, или занимал еще какую-то должность, связанную с дележом, с разрешениями и так далее. Вот это, вот такое сращивание бизнеса и власти, это путь в абсолютный тупик. И в этом смысле я не хочу быть адвокатом 90-х, которые сейчас, конечно, поливают, мне кажется... Ну, в общем, тоже есть за что. Сверх меры. Где сейчас сажают, тогда стреляют. Сверх меры, вот, но тогда, да, вот олигархи появились тогда, но они пытались как-то влиять на власть, вот тот же недавно ушедший от нас Борис Абрамович Березовский, да, он пытался влиять... Он пытался, по-моему, стать властью. Пытался влиять на власть, значит, на каком-то очень коротком этапе даже там зацепил ее кусочек. Сейчас происходит, на мой взгляд, гораздо более опасная вещь, когда власть напрямую начинает участвовать в бизнесе. И на этой довольно мрачной, я бы сказал, ноте, то есть если была бы возможность, я бы попытался это дело как-то демпфировать, но мы не успеваем, и так мы заканчиваем программу «Искусство возможное». Я думаю, что с вами были Сергей Ильинов, в гостях у нас был экс-министр экономики Андрей Иничаев. Всего доброго, до встречи через неделю. До свидания.